Добрый вечер! Информационная программа неделя в студии Георгий Плиев. Солдат советской армии, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, с каждым днём становится всё меньше. На этой неделе ушёл из жизни Николай Тедеев, ветеран той самой войны. Убыл в иную жизнь с чувством выполненного долга. Стелла Бязрова была среди тех, кто проводил ветеранов последний путь. Параду в ознаменовании 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Командующий парадом гвардии генерал-майор Фёдоров. На этих кадрах Николай Тедеев ещё недавно принимает свой личный парад, а сегодня его провожают в последний путь. Его сердце перестало биться на 96-м году жизни. Гражданская панихида по ветерану Великой Отечественной войны Николаю Тедееву состоялась у его дома. Попрощаться с участником войны пришло руководство республики во главе с президентом Анатолием Бибиловым. Николаю Тедееву пришлось пережить многое. Его судьбу нельзя назвать лёгкой. Однако он всегда оставался честным, доброжелательным и жизнерадостным человеком. Вспоминают о нём его близкие. Николай Тедеев был призван в армию в 1944 году. Войну он встретил в иранском Тебризе. Он был ответственен за легковые боевые машины целой дивизии. В ходе боевых действий был неоднократно ранен. Николай Тедеев был награждён медалями за победу над Германией, 30 лет Советской армии и флота, а также множеством других наград. Стоит отметить и то, что Николай Тедеев был лично знаком с дважды героем Советского Союза и Сойплиевым. Он всегда с гордостью об этом рассказывал. К сожалению, настоящих участников Великой Отечественной войны становится всё меньше и меньше. Они уходят. Уходят те, кто бесстрашно воевал за наше сегодняшнее мирное небо. И одним из них был Николай Тедеев. Светлый весенний день, 20 мая, навсегда мрачен для нашего народа в 1992 году. В тот день на Зарской дороге, по жестокой иронии судьбы, названной когда-то «дорогой жизни», грузинскими неофашистами были расстреляны беженцы из Южной Осетии. 36 человек, безоружные дети, старики, женщины, которые просто хотели спастись от войны. Память невинных жертв грузинского террора республика почтила на этой неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в нашей республике день памяти и скорби. Ровно 29 лет назад на этом месте были зверски убиты безоружные, ни в чем не повинные беженцы. В течение 29 лет, 20 мая, со всех уголков Осетии приезжают люди, чтобы почтить память невинно убиенных. К памятнику жертвам Зарской трагедии возложили цветы и венки. Здесь собрались тысячи неравнодушных людей, среди них и глава государства Анатолий Бибилов. В новейшей истории Осетии много трагедий. Зарская, Бесланская, Эрецкая, Цинагарская. Мы их никогда не забудем и не простим, сказал в своей речи глава государства. Мы их никогда не забудем. Мы их никогда не забудем. Зарская трагедия для Грузии навсегда останется позором, от которого они никогда не смогут отмыться. Это было преступление против человечества. Глава государства отметил, что мы всегда будем искать убийц, и настанет день, когда кто-нибудь из них, если не все, все же ответит перед законом и перед нашим народом за боль, которую нам причинили. Примерно было упомянуло. Но я не могу сказать, что я свой ответил. Примерно былоischen минуты, что я хотел бы сказать, что это человек, который мой взгляд, что я не могу сказать. Он носил, мой взгляд, это он, и что я не могу сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почтить память жертв Зарской трагедии Приехала делегация из Северной Осетии Наша боль одна, наша радость тоже одна И если мы будем держаться вместе, будем сплоченнее То не допустим больше таких злодеяний Отметил в своей речи заместитель председателя Стырнахаса Казбек Эналдиев Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Время идет, меняются поколения, но всегда у каждого осетина Зарская трагедия навсегда осталась незаживающей раной Президент Анатолий Бебилов на этой неделе провел расширенное рабочее совещание С прибывшись рабочим визитом российской делегации во главе Заминистра экономического развития Сергеем Назаровым В ходе собрания был обсужден весь комплекс вопросов по социально-экономическому развитию По реализации инвест-программы и другим насущным темам двустороннего сотрудничества В Схиньвале прошло совместное рабочее совещание руководства Южной Осетии С российской делегацией во главе с замминистра экономического развития Российской Федерации Сергеем Назаровым Прибывший в республику для обсуждения вопросов социально-экономического сотрудничества Между двумя странами Анатолий Бибилов поприветствовал гостей и отметил, что эти встречи нацелены на развитие Южной Осетии во всех сферах Сергей Матарович, Южная Осетия вам знакома, причем очень знакома Вы знаете и все те проблемные вопросы, которые есть Знаете и все шаги, которые делаются для развития республики Южной Осетии И в плане инвестиционной программы, и в плане социально-экономического развития И ничего нового, в принципе, кроме того, как планирование будущего развития Мы здесь не можем обсуждать Как отметил президент Анатолий Бибилов, темами разговора Станут практически все направления двустороннего взаимодействия Это и инвестпрограмма, и механизм повышения зарплаты работникам бюджетной сферы И вопросы таможенного оформления грузов и товаров Такие серьезные точки отсчета для развития республики Южной Осетии Опять-таки инвестиционный программ Подписание соглашений по увеличению заработной платы бюджетникам Государственной гражданской службы Стоит отметить, что уже практически через несколько дней Будет подписано соглашение по бюджетникам Есть вопросы, связанные с таможенной службой Довольно-таки подробно мы об этом без сомнения поговорим Есть у нас фактически видения, какие нам надо сделать чудес Для того, чтобы облегчить передвижение грузов и товаров Транспортных средств И я думаю, что те интеграционные процессы, которые у нас заложены в договоре 2015 года Они в принципе реализуются и это не может не радовать Южная Осетия развивается и с каждым годом это все заметнее И это все благодаря помощи Российской Федерации Продолжил глава государства Я хочу выразить огромное спасибо Российской Федерации Всем тем коллегам, которые занимаются развитием Южной Осетии И помогают нам в этом И уверен, что вот эти позитивные шаги Которые довольно-таки фактически происходят с момента признания Российской Федерации Республики Южной Осетии Они реализуются, двигаемся вперед И уверен, что вот это движение вперед Оно будет наращиваться и взаимодействие, и интеграционные процессы Опять-таки, которые мы хотим, чтобы они реализовались Они найдут свое применение и свое развитие в дальнейшем В свою очередь Сергей Назаров отметил, что совместными усилиями Российская Федерация и Южная Осетия способны решить все проблемы И дать новый импульс социально-экономическому развитию республики Уважаемые коллеги, спасибо за возможность У нас действительно достаточно хорошо и налажен диалог У нас, думаю, нет никакого другого варианта Как совместными усилиями Еще раз повторю, совместными усилиями решать те проблемы, которые у нас есть К счастью, они понятны Что нам надо делать совместно для того, чтобы Слово говоря, улучшить состояние социально-экономического развития республики И мы, страны Российской Федерации, будем, несомненно, прилагать все усилия И думаю, что здесь все ваши коллеги тоже на это нацелены Поэтому я просто хотел, чтобы сегодня мы оценили те проблемные вопросы, которые находятся сегодня в стадии решения Наверное, наметали, собственно, те пути решения проблемных вопросов, которые также находятся в стадии обсуждения И думаю, что чем оперативнее и эффективнее мы будем решать эти вопросы Тем, наверное, быстрее жители Южной Осетии почувствуют это на себе То есть не просто наши совместные встречи, но и результаты наших этих встреч Далее состоялась рабочая встреча, на которой стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества В Цхинвале открыт мемориальный комплекс защитникам Отечества В памяти о тех, кто пал в бою с грузинской военщиной, отстаивая наше право на свободу и мирное небо над головой В камне застыла наша благодарность тем, кому мы обязаны каждым сегодняшним днем Мемориал павшим защитникам Отечества начали строить два года назад Работы велись в рамках инвестиционной программы Строительством занималась подрядная организация Гарант Групп А вот художественный замысел осуществили художники и скульпторы из Российской Федерации В торжественном открытии мемориала приняло участие руководство республики Во главе с президентом Анатолием Бибиловым Также российская делегация во главе с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Сергеем Назаровым Монумент возведен павшим за независимость республики Южная Осетия воинам, ополчинцам, российским солдатам, миротворцам Мемориальный комплекс открыли президент Южной Осетии Анатолий Бибилов Руководитель российской делегации Сергей Назаров Ветераны боевых действий, военнослужащие Министерства обороны и 4-й военной гвардейской базы Все присутствующие в очередной раз вспоминали те страшные события Когда маленькая республика на протяжении долгих лет боролась с агрессией со стороны грузин В те годы рядом с югостинскими бойцами плечом к плечу сражались и российские солдаты Память погибших почтили минутой молчания К собравшимся обратился глава государства Анатолий Бибилов По его словам, значимость мемориала нельзя переоценить Президент выразил благодарность руководству Российской Федерации за поддержку в реализации комплекса Мы здесь с вами говорим слова благодарности российскому народу Высшему политическому руководству Российской Федерации С солдатам, офицерам и генералам, которые шли в бой Шли в бой для того, чтобы защитить нас с вами И отдавали свои жизни И сегодня тот день, когда мы с вами должны почтить их память Открытием этого мемориала Я благодарю всех тех, которые участвовали в работах И проектировщиков, и архитекторов, и строителей И еще раз, и еще раз хочу поблагодарить руководство Российской Федерации Которое выделило финансовые средства для того, чтобы мы сегодня здесь собрались Собрались, чтобы почтить память и поклониться нашим героям Героям-ополченцам, героям-российским воинам Героям Министерства обороны, внутренних дел Комитета государственной безопасности Ополченцам и в принципе людям, которые отдали свою жизнь За независимость Республики Южная Осетия Руководитель российской делегации Сергей Назаров отметил, что сегодня знаменательный день для Южной Осетии и для каждого ее жителя По его словам, руководство Республики приняло важное решение для будущих поколений Увековечив память погибших героев Это своеобразная дань прошлому, без которого невозможно построить будущее Потомки должны знать Поэтому и российская сторона безоговорочно поддержала возведение этого символа жизни Мы все должны помнить кровавые страницы истории, чтя память павших Я думаю, что это нас моральный долг После официальной части мероприятия все собравшиеся возложили к монументу первые цветы и веньки Музыка 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 Одним из тех, кто отдал свою жизнь за независимость Республики Южная Осетия, был Алексей Иванов Он героически погиб под схемвалом в 2008 году Ему было всего 18 лет Специально к открытию монумента приехали его родители Отец Алексей Иванова со слезами вспоминает своего сына У него были мужские отношения к жизни То есть, если взять пошагово Он учился в колледже, в железнодорожном, который давал ему отсрочку от армии Который он не воспользовался Он пошел служить, как все Потом захотелось ему В 58-м армии стояла Троицкая, здесь недалеко в Нашвете Подписал контракт по службе, пошла своим чередом Просто, как сказать, в удовольствие В удовольствие Случилась беда Беда случилась Я считаю, что он не посоромнил свой войский долг Делал полностью Мемориальный комплекс – это память всех погибших защитников Отечества и России, и Южной Осетии Сюда могут приходить родные ребят, отдавших свою жизнь за независимость Южной Осетии Еще раз почтить их память На Барелефе изображены воины с автоматами в руках Как знак самотверженного подвига бойцов, воевавших на территории Южной Осетии в годы грузино-осетинского конфликта В центре монумента изображены два воина – российский миротворец и осетинский ополченец Южная Осетия и Российская Федерация обменялись грамотами ратификации соглашения о взаимном признании документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны и Министерства внутренних дел республики Договор имеет огромное значение в плане повышения социальной защищенности тех, на кого распространяется его действие Был подписан договор об обмене грамотами ратификации соглашения между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией О взаимном признании документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны и Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия Соглашение распространяется на граждан РФ, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с прохождением военной службы на территории Республики Южная Осетия Подписание данного соглашения – это очередной шаг интеграции РФ в Республике Южная Осетия Оно еще больше сблизит обе стороны, подчеркнул посол РФ в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов Это соглашение в русле базового соглашения 2015 года Оно еще раз сблизит наши стороны и в первую очередь затронет военнослужащие Российской Федерации, военнослужащие Южная Осетия Сотрудников МВД Южной Осетии и сотрудников МВД Российской Федерации, получивших ранения, увечья и иные болезни в ходе прохождения службы И соответствующие эти соглашения позволяют сотрудникам получать пенсии по ихнему выбору на территории России и Южной Осетии Я скажу, хороший шаг, он затронет большое количество военнослужащих, сотрудников МВД Считаю, что у нас впереди еще большая работа Я думаю, что в течение года мы постараемся подписать еще хотя бы несколько соглашений В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Медоев поздравил всех с подписанием этого договора, который имеет большое значение для военнослужащих Это соглашение имеет очень большое значение для наших военнослужащих Оно имеет прямую социальную направленность И самое главное, что правовая база двусторонних отношений с Российской Федерацией пополнилась еще вот таким очень важным соглашением Впереди действительно будет еще проведено много мероприятий Нужна работа, конкретная работа Но сегодня вступившая в силу соглашения, она открывает уже реальные перспективы, реальные возможности Подписание этого документа повысит социальную защищенность выше перечисленных категорий граждан Масштабная международная акция «Ночь музеев» была поддержана и музейным комплексом ЮГУ Открытие этого музея явилось событием не только в жизни универа, но и в целом в культуре республики Это отмечают все посетившие комплекс Среди них Зарина Кучева Президент Анатолий Бибилов посетил музейный комплекс ЮГУ, где прошла акция «Ночь музеев» С приветственной речью к присутствующим обратилась директор музейного комплекса Елена Кутаева Она поблагодарила всех за интерес, проявленный к музею Одним из главных событий станет открыть осетинской сабли Работая над жилищем, мы старались воспроизвести дух того времени Консультируясь с историками-осетиноведами Практически вся утварь жилища Это подлинные этнографические экспонаты, которых более 100 лет Некоторым экспонатам более 200 лет Принесли это все жители нашей республики в дар музея Кутаева выразила благодарность всем, кто принял участие в создании сакли Отметив, что непосредственный вклад в это дело внес ректор вуза Вадим Тедеев Идея сооружения принадлежит ректору нашего университета Вадиму Потазовичу Работа шла денно и ночно Особую благодарность мы хотели бы выразить нашему ректору за очередную прекрасную воплощенную идею Это определенно тот случай, когда малыми средствами держатся большие дела В свою очередь ректор поздравил всех с Международным днем музеев И поблагодарил каждого, кто внес лепту в создание музея А также лично Анатолия Бибилова, который принес в дар музею ценные экспонаты Пистолет-пулемет Шпагина и пистолет Люгера Мы к этому дню ушли несколько лет Вы знаете, что сначала открыли музей зоологии Потом открыли музей этнографии и граведения Сегодня хотим вас порадовать тем, что открываем Это тоже, можно сказать, отдельный музей Это Астинская сакля Я думаю, что убранство этой Астинской сакли Там фактически все Все экспонаты, которые стоят более лет Я думаю, что это вас всех порадует Президент в свою очередь выразил благодарность За организацию такого масштабного мероприятия Отметив, что подрастающему поколению Экспонаты наглядно расскажут о традициях наших предков Так что люди хотят узкой изinoшку Анатолий Бибилов обратился к министру образования и науки Южной Осетии Натали Гасева с тем, чтобы музей посетили школьники. Я уверен, что для людей, которые не видели этот музей, особенно, еще раз подчеркиваю, дети, которые не видели, они должны это посмотреть. Это очень важно именно для детей, не менее важно, конечно, это для нас, для родителей, для старших, но в первую очередь дети должны посмотреть. Председатель Союза писателей Южной Осетии Меритон Казиева отметил значимость создания музея. Меритон Казиев. Меритон Казиев. Меритон Казиев. После торжественной части мероприятия гости прошли в саму Саклю, где состоялся спектакль «Обытия сетин» в прошлом. Музейный комплекс «Ювогук» международной культурно-образовательной акции «Ночь музеев» присоединился второй раз. И на этом все. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин